Да, спасибо коллеге Лили Абхайба, олимпийская чемпионка, девушка, которая ездила на Олимпиаду в Токио специально, чтобы вытаскивать нашу команду на опорном прыжке. Серьезнейший специалист в этом снаряде, в этом виде. Если мы сейчас тройку призеров будем разбирать, насколько очевидно, Виктория Листунова на третьем месте, это всегда непривычно вообще смотрится у нас. Что у Вики не так было? Я смотрела Викину разминку, мне показалось, что на разминке она прыгнула намного чище, чем она прыгнула на оценку. Немножечко, мне кажется, она ошиблась в первой части. Если про первый прыжок мы говорим, про два винта. Да, и приземление, соответственно, было не очень хорошим. А как можно ошибиться в первой части? То есть ты разбегаешься, и ты неправильно ставишь руки, или, я не знаю, тебя заносит, и ты не так отталкиваешь? Ты должен попасть, во-первых, в первой части, ты должен попасть очень грамотно в руки, именно так, как должно быть. Вот со стола именно? Да, именно со стола. И отход у нее получился не тот идеальный технический, для того, чтобы ей было комфортно вращаться и комфортно видеть приземление и приземляться четко. Ну, то есть она как будто перелетела с стола, нет такого ощущения? Или нормально? Она чуть-чуть, мне кажется, в руках как-то, знаешь, вот в согнутые руки. То есть ни в одно касание получилось, и не в ту самую точку, в которой должно начинаться вращение. В итоге у нас вторая Шклокова, которая прыгала то же самое, что и Мельникова и Листунова. Почему вообще мы не учим сильные прыжки? Я не знаю, кстати. На самом деле очень обидно то, что другие страны не стоят на месте и двигаются вперед, и у нас как-то вот не хватает. Я знаю, что девчонки учат, я знаю, что девчонки пробуют, но всегда чего-то не хватает для того, чтобы выйти и выложиться и выступить с этим прыжком. Именно со сложным прыжком. Тем более, ну, здесь у нас в России не хватает специалистов на этом снаряде, очевидно. Но со времен, не знаю, Марии Посейки, которая выигрывала личные медали на опорном прыжке, таких прям супер заметных представителей на мировом уровне у нас нет. Это точно, да. Действительно не хватает, мне кажется. И, возможно, нужно менять даже немножечко тактику подготовки опорного прыжка. Все-таки за границей многие прыгают дети и девушки, которые под своим данным физическим, они не владеют теми прыгучими ногами, например, которые владеют Тамаш, Посека или Ятом, например. Но они все-таки могут прыгать трудные прыжки. Ну вот Ангелина Мельникова может прыгать трудные прыжки? Ну окей, Ангелина Мельникова 23 года, она уже тренируется, как тренируется, и вряд ли она сейчас будет ввязываться в какую-то авантюрную историю. Она спокойно делает свои два винта и все довольны. Но и выигрывает при этом Кубок России. Но если мы говорим про тех, кто сзади, та же Злата Осокина, которая только-только сейчас начинает учить два винта, как будто бы надо уже заканчивать учить два винта в ее возрасте и переходить к чему-нибудь сложнее? Ну, мне кажется, для начала нужно прыгать хотя бы на уровне именно технической оценки. То есть это должно быть 9-0 и выше. К сожалению, не все девочки до исполнения могут делать настолько классно, то есть на 9 баллов, что, например, делают Геля Мельникова и Вика Листунова. Они действительно прыгают, и это виден класс работы. У меня есть ощущение, что вот Никита Нагорный, он как будто бы не тянулся за оценкой 9-0. Он сначала делал, давайте мы будем делать трудное и приходить к нему, а потом мы уже будем доводить это до умного качества, до солидного. Как будто вот у него какая-то такая философия была. Или так не работает? Все-таки не всегда работает, когда ты делаешь трудность, и по факту исполнение у тебя очень грязное. К сожалению, это не всегда работает, и частота выигрывает все равно. То есть, если ты делаешь трудный элемент, трудный прыжок, ты должен его делать очень классно по исполнению. Поэтому, наверное... Для этого и нужны тренировки. А? Для этого и нужны тренировки. Нет, ну, конечно, это все отрабатывается, но ты же учитываешь, что здесь нервы. Здесь нервы, действительно. Впереди у нас реклама, а потом будут нервы у мужчин на коне. Там нервы вообще абсолютно всегда. Лилия Хаимова была в эфире.